Каждый из нас И даже если мир уходит из-под ног И даже если вместо солнца черный смог Ты продолжаешь строить путь свой из добра Ведь завтра будет лучше, чем вчера И не брошу на полпути Не скажу, что не могу Как бы сложно ни было, я найду, найду Докажу себе страху вопреки И не брошу на полпути И не брошу на полпути Не скажу, что не могу Как бы сложно ни было, я найду, найду Докажу себе страху вопреки И не брошу на полпути Каждый из нас просит шанс Закрывая глаза Так искренне, честно Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя Режим Медведя, как всегда, находится где-то в лесах и горах Значит, что у нас сегодня будет за видосик? Сейчас вам все расскажу, покажу Ну и расскажу, почему я начинаю в таком виде вас встречать, в общем-то Итак, у нас сегодня с вами 11 августа, воскресенье В выходной день Я приехал в широкую щель для того, чтобы пройти до водопадика, хвост, дрозда И там, конечно же, искупаться Вот, почему я сейчас стою в полураздетом виде Объясняю Значит, у меня, я обычно использую поддержку штанов в виде ремня Ну вот, разные ремешки всякие бывают Вот, и совсем недавно, совсем недавно Купил себе вот такие вот подтяжечки Смотрите, подтяжки фирмы Сплав Вот, в общем-то, я их уже протестировал в прошлом походе Есть у них плюсы, есть у них минусы Вот, но, в принципе, подтяжки достаточно хорошие Стоят, там, что-то тысячу рублей, наверное В общем-то, сегодня я пойду, одену сейчас, точнее, именно их И пойду именно в них Вот, ну и буду по пути вам рассказывать свои ощущения Ну, а заодно, конечно же, покажу шикарный водопад Хвост Дрозда На улице плюс 35 градусов, жарко, капец Кстати, лайк за кепочку Это за кепочку, спасибо ребятам из всемайки.ру В общем-то, дорога здесь такая, что можно, в принципе-то, проехать даже на пузотерочке какой-нибудь Вот, но я решил не рисковать, да и охота прогуляться, подышать свежим воздухом В общем-то, прогуляться и показать вам Сейчас иду, в общем-то, вспоминаю, как был, были, был, были мы здесь зимой с Данькой В общем-то, там находится, получается, широкая щель И мы буквально не смогли пройти там первый брод, потому что река разлилась Это было жестко, мы там перепрыгивали, шли по деревьям Там такая, ну, очень, короче, бурная река была И буквально вот сейчас, смотрите, стоит Шкода, стоит Шевролетик Короче, пузотерки стоят И, в принципе, на этих пузотерках люди до сюда доехали Сейчас уже нахожусь, местечко называется Миндальное Вот, не знаю, есть ли оно в Яндекс.Картах или нет В общем-то, дальше у нас вот такая вот дорога С вами зимой, здесь, когда мы с Данькой были, чтобы вы понимали Нам приходилось, вот там вот деревья поваленные лежат Вот нам приходилось, короче, по этим поваленным деревьям переходить реку Потому что вот здесь вот, просто вот река, наверное, была вот отсюда И вот просто вот оттуда, то есть тут, ну, перейти, если только снимать ботинки И вброд там по колено идти Вот как-то так Купель Посмотрите, какая шикарная Но для меня, любителя, барахтаться в какой-нибудь луже Это идеальная купель, ребятушки Вот, идеальная просто Вы только гляньте Там тут разложиться можно максимально Единственное, что она, я думаю, очень такая Ила много И поэтому там слишком мутная вода будет Вот Такую бы, кстати, купель бы на Адербеевку куда-нибудь Вообще было бы шикарно Потому что, когда идешь после Адербеевской скалы Когда целый день там лазишь Конечно, максимальная охота где-нибудь потом там искупнуться А искупнуться получается в каком-то лягушатнике Вот этот вот маленький ручеек Конкретно вот это вот место, кстати Послужило в свое время мне для испытания бахил ОЗК Кстати, на канале есть видео, можете заглянуть, посмотреть Достаточно жестко испытывал бахилу ОЗК Вот, в таких вот жестких условиях Прям заходил в воду Одевал, кстати, ботинки поверх миллитов Вот, и полностью в них топал Вот, а в общем-то мы зимой с Данькой Вот там вот шли по верху И не смогли перейти на эту сторону Бурная очень река была То есть не смогли найти переход Вот оттуда дойти смогли, дальше уже нет Тут осталось-то, по сути, ну, идти ерунда вообще До водопада Вот, но мы, к сожалению В тот раз у нас не получилось это сделать Вот, но зато хорошо потом посидели Сделали костерок И, в принципе, просто посидели, понаслаждались Чтобы вы понимали Дикие яблочки Вот таким вот образом валяются Раздавленные Идешь просто везде Везде яблочки валяются Обладеть Вот так вот Ну вот, короче, остатки, так скажем Былой роскоши От водопадика Ну, в общем-то, здесь понятно, что особо не искупаться А вот там вот сверху прям есть нормальная купель Сейчас поднимемся и покажу вам Где мы, в общем-то, всегда и купались В общем-то, вот здесь Смотрите, какая шикарная просто купель Вон здесь люди уже успели Наоставлять послание Глубоченная купель Которой можно искупаться Потока сильного здесь нет Подниматься, ну, немножечко так Трудноватенько Вот Я, в общем-то, собираюсь пойти дальше Вот туда И Поискать Следующий водопад Подъемчик дальше, в общем, идет вот Вот по такой Веревочке Когда она была тут Завешена Никто не знает Но в том году она уже была То есть, короче Висит здесь давненько Поэтому Особого усилия На нее я бы Прикладывать вам не советовал Вот, значит, можно Лихо отвалиться Назад Купель Вот Ну, и я так теперь понимаю Что вот по таким Зарослям Надо двигать до Следующего водопада А здесь, кстати, еще одна Купель То есть, вот буквально там В десяти метрах Ниже Находится Купель основная В которой я всегда купался А здесь вот даже Как будто бы и поглубже будет На самом-то деле Буквально вот тут Раз-раз поднялся Следующая купель Причем есть тут Так скажем Выдолбленные В рельефе Ступенечки Шершавые, кстати Они такие Ботинок хорошо держат Достаточно Вот Ну и все Идем с вами Вглубь Этой горной Речушки Тут вон еще один Водопадик Тире водоскатик Можно сказать так Ну и опять же Соответственно Идем Дальше Вот какой-то Водопадик Интересный Интересный тем Что тут такая Прям плита Сверху Классно Сейчас, в общем-то Наверное Открою карту И гляну Вообще Что там дальше Дошел ли я До того места До которого Хотел дойти Или нет Или мне еще Надо дальше топать Вот Немного пришлось Применить навыки Скалолазания Без страховки Ну что там Маленькая Так, все Идем дальше По водоскатам По горной Речушке Как вы можете Заметить Здесь уже Такая Прям местность Как будто бы Она пытается Скрыться От Человеческого Глаза Максимально Колючки Всякие Которые Цепляются Не дают тебе Идти Ну вот здесь Я не знаю Как проходить Вы просто гляньте Тут надо Мачете С собой брать Хух Короче Я вам сейчас Покажу Сколько мошек Вокруг меня Летает Гляньте Прикиньте Пока шел Вон Рубашку Умудрился Порвать себе А какую-то Из колючек Нафиг Надо по таким Дебрям Больше не ходить Ну его нафиг Тут рубашку Порвал Вот здесь Вот Дырка Вон Появилась Капец Блин Один поход И все И рубашки Конец Так Ну что Ребятушки Let's go В Природный Джакузи Давайте на него Посмотрим Внимательно Вот такая Шикарная Купель А почему Я ее называю Джакузи А потому что Смотрите Несколько уровней Значит Самая глубина Для ног Вот там Можно Примостить Задницу Свою Вот там А вот Туда Можно Спиной Упереть Кайф Сейчас Прям будет Кайф Кстати Знаете Что еще Интересно Что Как только Я Разделся Пропали Все Мошки Странным Образом Либо Тут Люди Были Снизу Либо Они К ним Улетели Вот Либо Я не знаю Куда Они Делись Но Короче Их Нет И Они Меня Не Заколебывают У меня В общем-то Возникает Вопрос Может Мне Идти Обратно На Дешево И Не Будет Мошек Ради Эксперимента Можно Попробовать Ладно Все Погнали Купаться В общем-то Ради Этого Сюда Я Перся Пожертвовав Рубашкой В двух Местах Сегодня Или Завтра Придется Что-то Придумывать Каким Образом Это Все Зашивать Пришивать Да Итак Какой Плюс Этого Места Ну Помимо Шикарной Купели В общем-то Вот там Вот Находится Водопадик Хвост Дрозда Снизу Вон Там Вот Купелька И вон Сейчас Попробую Поспуститься Так Чтобы Обидно Было Вот Там В общем-то Водопадик Снизу Находится А Вот Там Купель Находится Ну И Вот Веревочка По которой Я Поднимался В общем-то В основном Все люди Доходят Вот Дотуда Ну И максимум Идут Вот сюда На Вот Эту Купель Все Дальше Сюда Уже Мало Кто Идет И В общем-то В этом Огромный Плюс Заключается В том Что Можно Здесь Посидеть Понаслаждаться Купелью Видом Ну В общем-то Сейчас Вот я Искупался Сделаю Наверное Дыхание По Виму Хофф Давненько Я не делал Да Так Ну Что Друзья Друзья Мы Покидаем Все чудеснейшее Место Время Пора Возвращаться Да тут и туристы Приехали Начали Что-то Пелякать Короче Суету Наводят Опять Вот так Вот закрылся От мошек Потому что Невозможно Просто уже Пару мошек В нос Залетели Это ужас А про уши Так я вообще молчу И так Пока иду Что надо рассказать Надо рассказать Наверное То что у меня Помимо моей личной Страницы Вконтакте Есть еще И Точнее Появилось Сообщество Режим Медведя Так вот Я буду туда Добавлять Видосики Так же Как и Вконтакт Вот То же самое Как и В ютуб Я думаю Всем Давным Давно Понятно Что уже С ютубом Может Приключаться Разные Вещи Вот От Ограничения Скорости До полной Блокировки И так далее Вот Поэтому Если что Все будет Вконтакте На тот Случай Если Ютуб Окончательно Заблочат Все будет В ВК Вот Ссылочку Оставлю Ниже Вот Ну в принципе Сообщество Так и называется Режим Медведя И все Вот Надеюсь Вам Видео Понравилось Ставьте лайки Пишите Комментарии Подписывайтесь На канал Подписывайтесь На Режим Медведя Сообщества Всем спасибо За просмотр Всем пока Субтитры Субтитры